всем привет сегодня у нас будет криминальная сводка по вейпингу из америки поэтому нам не будут усы американского копа в штате висконсин местный житель преград если вам нравятся усы американского копа обязательно ставьте лайк этому ролику ну а мы начинаем с первой новости американец повыпил и отправился в кому во всем виновата мария иванова житель американского штата висконсин был погружен в медицинскую кому после того как он попарил купленный на улице предзаправленный атомайзер с жидкостью которая содержала cbd или как он по-научному называется каннабидиол 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 американец попарил и отправился в больницу с жалобой на тяжелое дыхание сначала врачи заподозрили пневмонию потом погрузили его медицинскую кому оказалось что жидкость нанесла серьезный урон легким и сердцу пациента что будет происходить с ним дальше неизвестно брат пострадавшего отметил что непонятно сможет ли он восстановиться после этого или нет за последние четыре недели в местную больницу обратились еще восемь пострадавших от парень у всех них схожие симптом сильный кашель тяжесть дыхание усталость но до кома там дело не дошло какой именно жидкости где ее купили обратившийся в больницу неизвестно но известно что пострадавшие так или иначе употребляли жидкость с никотином и каннабидиол переходим к следующей новости американец предложил женщине попарить и начал угрожать ей оружием в ответ на отказ житель флориды пошел макдональдс и предложил посетительницы угоститься его электронной сигаретой социальное взаимодействие пошло не по плану женщина отказалась чем сильно разочаровала евангелиста парень со словами братан ты серьезно он показал посетительнице пистолет и начал спрашивать ну и что теперь полицейские нашли вейпера спустя некоторое время около места происшествия им оказался 19-летний кайл уокер он сознался в содеянном и ему вменяют нападение с угрозой смертельным оружием кажется у меня ус отклеился переходим к следующей новости американец пригрозил магазина пистолетом за высокую цену на девайс штате висконсин местный житель приграть в штате висконсин местный житель пригрозил продавцу пистолетом когда тот озвучил цену на джу теперь его ищет полиция житель америки захотел купить джу и оскорбился за высокую цену на сменные картриджи ветером 15 числа вместе с товарищем он отправился в супермаркет в городе мэдисон штат висконсин где попросил показать ему поды шоппинг закончился угрозами потому что узнав цену на сменные картриджи это 16 долларов или 1000 рублей он показал продавцу пистолет спрятанный за поясом и пригрозил устроить стрельбу после этого несостоявшийся вейпер впрочем удалился вместе со своим другом попутно попал в поле зрения камер теперь двоих любителей сэкономить ищет полиция следующая новость замужняя американка попыталась ограбить вейп-шоп и стала вдовой американка стала вдовой попытавшись ограбить вейп-шоп с сентября 2018 года со своим мужем она посетила локальный магазин на что ее муж сетавший на недостаток денег ответил может заодно и ограбим его осмотрев магазин жена сказала мужу что в нем всего один сотрудник и осталось следить за округой на парковке спустя несколько минут грабитель вышел из магазина окровавленным и умер на парковке сотрудника магазина не стали обвинять в убийстве а жена получила пять лет условного срока за попытку ограбления вейп-шоп следующая новость вейпер из сша разбила лицо пассажирки из-за электронной сигареты американская девушка вейпер разбила лицо пассажирки поезда из-за замечания электронной сигарете 23-летняя кристалл фельдшер ехала в вагоне поезда и парила когда к ней подошла девушка и попросила убрать девайс развязался спор в результате которого фельдшер среагировала насилием и разбила лицо недовольной пассажирки по данным издания по фельдшер задержали ей были предъявлены обвинения в нападении по криминальной сводке из америки на сегодня все ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и не забывайте ставить колокольчики всем пока ну и не забывайте ставьте лайки подписывайтесь на канал